О том, что инфаркт – это опасное состояние, знают практически все. Но механизмы причины развития интересуют не всегда. Хотя это надо знать, чтобы не допустить такой патологии. Развивается инфаркт в результате нарушения кровоснабжения областей сердечной мышцы. Действительно ли это так, узнаем у нашего гостя. У нас в нашей студии Виктор Анатольевич Ковенин, врач-кардиолог, заведующий отделением кардиореанимации регионального сосудистого центра и Республиканской больницы номер 2. Виктор, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ваш день, вашей профессии, последнее воскресенье сентября. Наверняка, ну, вообще тема обширная, вопросов много. Ну вот, если говорить более о практике уже, о последствиях, почему все-таки граждане поздно обращаются, даже не именно по инфарктам, а по различным заболеваниям после. Все-таки поздно достаточно обращаются к специалистам. Ну, в первую очередь поздно обращаются люди труспособного населения, которым, может быть, где-то невыгодно, может быть, по каким-то другим причинам не хотят ощущать себя пациентами или больными. По этой причине они некоторое время могут терпеть те симптомы, которые изначально могут быть не всегда выраженными, могут маскировать какие-либо другие заболевания и так далее. Но, наверное, вот это основные причины. Может быть, кто-то побаивается обращаться к медицинским работникам, различные фобии и так далее. Это основные причины, скорее всего. Но почему все же стоит соблюдать рекомендации врача? Некоторые, несмотря на то, что все-таки поздно обратился, пришел, и, тем не менее, возможно, их и не будет соблюдать. То есть, ладно, как-нибудь, может быть, если получится. Почему важно все-таки? Ну, на сегодняшний день, наверное, все специальности используют очень обширную научную базу, множество научных исследований. Эти исследования все вносятся в клинические рекомендации. Поэтому это не только личное какое-то мнение медицинского работника или врача. Это целый результат очень большой, длительной, иногда многолетней работы по каждой нозеологии. Что касается кардиологии, наверное, это одна из таких в этом плане наиболее развитых сфер, по той причине, что клинические рекомендации у нас стали издаваться с конца прошлого века. Сейчас они прошли свои многочисленные пересмотры. И на сегодняшний день Министерство здравоохранения Российской Федерации считает необходимыми клинические рекомендации внести в ранг закона даже через приказы Министерства здравоохранения. Каковы факторы риска заболеваний сердечно-сосудистых? Факторы риска, ну, в первую очередь, если говорить об инфаркте, то это нарушение липидного обмена, это сахарный диабет, это так называемый метаболический синдром, который включает все определенные симптомы комплекса, это артериальная гипертензия, это основные факторы риска. Кроме этого имеются вредные привычки, это курение и алкоголь. А вот можно отнести к каким-то вот, наверное, факторам риска какие-то виды работ связанные, которые, может быть, наиболее подвержены люди с таким заболеванием? Ну, конкретно, так сказать, наверное, нет возможности. Скорее всего, это сферы деятельности, где наиболее человек подвержен стрессу, где имеются какие-то критические условия, будь то перепады температуры или что-то такое, где люди имеют малоподвижный образ жизни, опять же, где имеются, есть такие организации, где имеется культура курения, даже специальные курительные места и так далее. Наверное, такие. Конкретно с какой-то специальностью такой. Даже, казалось бы, малоподвижность и то может быть таким фактором. Да, малоподвижность не прям конкретно. Ну, одним из таких факторов может быть. Это приводит, скорее всего, к ожирению, а ожирение само уже является причиной для таких заболеваний, как фактором риска. Ну, здесь получается цепочка одна от одного от другого и в итоге пересекает впоследствии в другое заболевание. Как распознать все-таки заболевания? Наверняка многие из них проявляются незаметно вообще, возможно, для организма. Ну, основным, если говорить об инфаркте миокарта, основным синдромом является болевой синдром. Это сжимающий, давящий, жгучий боли за грудино располагающийся. Имеет свою определенную радиацию. Чаще всего это левая рука, подлопаточная область левая, нижняя челюсть. Но кроме этого бывает распространение боли на межлопаточную область. Бывают такие формы атипичные, как абдоминальная форма, когда болевой синдром локализуется в эпигастре, в животе, что тоже иногда усложняет диагностику. У пожилых людей, у пациентов, уже перенесших инфаркт миокарда или имеющих сахарный диабет, клиника может быть не так выражена. Болевой синдром может не носить такой типичный характер, может проявляться в виде ноющих болей, колющих каких-либо болей. Это тоже необходимо учитывать. Имеется такая форма, как церебральная, когда симптоматика болевого синдрома может быть также смазана, в основном проявляется различными головокружениями, вплоть до потери сознания. Ну, не знаю, Кать, как у тебя, но мне кажется, что у многих людей бывает иногда покалывание в сердце. Стоит ли, да, обязательно ли бежать к врачу, либо это просто что-то такое? Ну, если это не значит тот характер, который был описан выше, если у вас не так выражены факторы риска, который тоже сказал, если у вас молодой возраст, то стоит обратиться, но, может быть, не в экстренном порядке, но обязательно. Большое спасибо.